Добрый день, зовут меня Басаргин Андрей. Про искусственный интеллект мы разговаривали на прививках инноваций. Это делал Валерий Талисман. Скажите, кто был? Хорошо. Хорошо. Ну, там было четко определено, что такое искусственный интеллект, в чем разница с естественным интеллектом, что никто не достиг еще искусственного интеллекта. Если Валерий Борисович здесь, то я попрошу его тогда две минуты резюмировать, потому что большая часть не было на данном выступлении. Ну, соответственно, мне будет проще выступать. У нас пока видео здесь не будет, коллеги. Я просто еще раз представлю для тех, кто меня не видел и не разговаривал. Мы как раз занимаемся психофизикой, социальным менеджментом и, соответственно, вот вошли в зону информационно-вычислительных технологий. Заметьте, да? Именно не информационных технологий, а именно вычислительных, потому что это качественно меняет сам процесс, работая с информацией. И понятно, что когда стал вопрос искусственного интеллекта, мы для себя четко и конкретно проконсультировавшись с научным сообществом Ассоциации искусственного интеллекта России, который существует более 20 лет, 30 лет, да? И, соответственно, с институтами, лабораториями, которые прям конкретно занимаются вот некоторыми моментами искусственного интеллекта. И понятно, что мы градировали и сказали себе, вот есть механизация, есть автоматизация механизации, да? Есть роботизация и есть автоматизация информационных процессов, когда мы что-то отправляем и так далее. И как только мы начинаем добавлять туда вычисления, это уже мы стоим на границе к искусственному интеллекту. Но когда мы делаем следующий шаг и начинаем добавлять туда наш искусственный интеллект, ну, назовем его уже так, да? Он называется уже функциональный искусственный интеллект. Тот, который просто владеет какими-то функциями, как уже распознание образов, распознание речи, да, трансляция чего-либо, экспертная система, вычисления. Это всего лишь части искусственного интеллекта. Чтобы это стало искусственным интеллектом, необходимо это все сложить вместе. Тогда вы увидите что-то наподобие человека, который запоминает, систематизирует, да, специализируется на этом, может передавать информацию, получать, узнавать и так далее, и так далее. Вот тогда заработает интеллект по тем критериям оценки интеллекта. То есть поэтому здесь очень важно было сделать вот эти критерии. А вот искусственный интеллект, он уже появляется, когда в действительности система работает с информацией, осмысливает, делает выводы, синтезирует, анализирует и так далее, и так далее, прогнозирует. Там много функций интеллекта. И как раз в следующей стадии это уже суперинтеллект, который сам себя создает, сам себя программирует. Это вот про то, что господин Греф говорил, что не нужно будет программистов, да? Но в любом случае в основе все равно будет стоять программист, все мы это знаем, человек. Ну и глобально. Мы для себя четко сказали, потому что у нас была конференция большая, и у нас академики, Сибирская академия наук, соответственно, сопротивляются ФОНО, потому что перестройка идет академии. ФОНО, соответственно, оплачивает конкретные проекты в милитаре, в науку и так далее. И, соответственно, им надо как-то доказывать, что они нужны, что и в итоге получится. И произошло такое столкновение между стартапами, которые достигают и какую-то практику показывают, пусть 8% выстанут, но показывают результативность. Ну и, соответственно, залежавшиеся разработки аж в 70-х годах с искусственным интеллектом, они не используются, кроме как, ну мы все защитились, просто докторские сделали, там академики и так далее стали. И вот академик Асеев, он говорил, то есть, он четко указал на это, давайте не дуть пузыри. То есть мы сейчас везде будем указывать, соответственно, искусственный интеллект, искусственный интеллект, а на самом деле, ну и, соответственно, мы сделали градацию. Он показал, что вот функциональный искусственный интеллект. И мы решили не блефовать, решили действительно сказать, да, мы занимаемся искусственным интеллектом, да, мы перешагнули эту границу, да, мы начали заниматься скриптами, да, мы точно знаем, что мы дальше сделаем. вычислительную систему, мы будем работать над анализом тех же потребителей и предсказывать их поведение и так далее. Это уже тоже есть. Поэтому сейчас, когда мы будем представлять два продукта, мы будем упоминать о искусственном интеллекте, но он будет функциональный. То есть там элементы искусственного интеллекта. Предположим, там переговорная часть, скриптовая часть и так далее. И мы скажем, что мы в итоге собираемся разработать уже. То есть для этого мы подтягиваем разработчиков, потому что еще один из выводов, который мы сделали, когда мы создали агентство развития искусственного интеллекта, мы изучили, какие основные интеллектуальные системы в ближайшее время, буквально в этом году, уже будут иметь потребность в бизнесе, в банках и так далее. Мы увидели, какие разработки для них нужны, какие функциональные интеллектуальные системы. И поняли, что если мы как Apple, мы не потянем. То есть Apple что делает? Он берет разработки, покупает, вкладывает в отдельный продукт и выдает его на рынок. Точно так же искусственный интеллект должен работать. То есть каждый, если по отдельности будет работать, ничего не получится. Поэтому мы решили искать разработчиков, которые достигли высокого результата той же, допустим, виртуальной реальности, в распознаваниях, в тех же экспертных системах, вычислениях, и подтягивать их под проект, под который у нас уже, в принципе, есть инвесторы, которых мы назовем так, расшили. Расшили – это значит развратили. Они готовы использовать искусственный интеллект в своем бизнесе. И в итоге мы сейчас представим два продукта, точнее представит их Андрей Валерьевич, и, в принципе, покажет, чего мы достигли там. Окей? Коллеги, да, на сегодняшний день мы рассмотрим два примера, то есть два продукта. Один, получается, из прошлого в будущее, и один о том, что говорил Владимир, что у нас там первый выступающий, о том, что у нас будет через 30 лет. На самом деле, какая-то часть уже есть, да, просто о ней многие не знают. Это как пока некая военная тайна, да, то есть используются только определенные структуры, лица и прочие компании. Но в ближайшее время, то есть в начале следующего года, уже можно будет пользоваться и всему остальному бизнесу. О чем хотел сказать. То есть на текущий момент в любом случае все понимаем, что потенциальные клиенты, они у нас уже оцифрованы, они либо находятся в интернете, либо в соцсетях. Для большинства бизнеса это именно так. И каждый предприниматель понимает на определенном этапе, что автоматизировать операционные бизнес-процессы важно поставить некую систему. Ну, систему взаимоотношений с клиентом. Это уже как бы стандарт определенный. А каждая IT-компания считает, что они великие, вот, и могут создать свою CRM-систему. Зачем, так скажем, покупать, изобретать, вот. И мы пошли таким же путем. Поэтому я немного скажу о наших ошибках, проблемах, точнее, может быть, даже, с которыми мы столкнулись, да, но выходить из этого как-то надо. И, соответственно, мы в нашей системе ведения клиентов, которую мы используем самостоятельно, и, соответственно, предлагаем компаниям, которые столкнулись с теми же самыми трудностями, внедрять у себя. И туда, соответственно, внедрили элементы искусственного интеллекта. Он с нами, он об этом всячески показывает. С чем мы столкнулись в первую очередь? Ну, в первую очередь есть различные коробочные системы на текущий момент. И проблема возникает у каждой компании в том, что бизнес-процессы, происходящие в компаниях, они особенно индивидуальны. И когда происходит внедрение той или иной системы взаимоотношения с клиентами, то получается, что любую систему, которую бы мы ни поставили, насколько бы она универсальна ни была, нужно допиливать, дорабатывать именно под свой бизнес-процесс. Просто как пример, да, то есть у нас сейчас все мы относительно работаем в бизнесе или присутствуем в бизнесе, или управляем бизнесом. То есть у нас могут быть несколько юридических лиц. У нас есть бизнес-кейс, когда, например, вместо лома металла нужно со склада отгрузить пшеницу, хотя документы все должны быть на лом металла. И с таких трудностей, ну, целый ворох, да, когда мы, например, не исключительные права продаем от одной компании, товары от другой компании, а потом решили вдруг это поменять, а как делать с прошлыми периодами, а как это все интегрировать еще с бухгалтерией, потому что у них это головная боль, которая передается руководителю. Поэтому, как показала практика, все-таки волшебных пилюль не существует. С чем мы еще столкнулись? Мы столкнулись с тем, ну, это про то, что я сейчас говорил, то есть это компании федерального уровня, они в коробочных версиях не сильно заботятся о пользователях. То есть они не специфичны и не делают пользователями уникальными. Поэтому не существует минерсальной пилюли. Еще есть проблема принуждения к обновлению, так называемой. То есть компания выпускает новую версию продукта и все понимают, что у нас есть доработки в каждом секторе бизнеса. Но об этом никто не думает. То есть вам необходимо будет переписать все, что вы делали. Я думаю, каждый с этим сталкивался. Это тоже одна из самых больных проблем. Одна из проблем это была нежелание сотрудников тоже заполнять необходимые поля. Также проблемы вызывали системы контроля качества и системы учета. Если решение данных трудностей, ну, дописывать, писать только свое. И мы пошли тем путем, что все-таки нельзя делать коробочный продукт. И сейчас мы делаем, если какое-то решение делаем, мы его делаем конкретно под бизнес. И все кейсы, которые сейчас происходят с нами, в которых мы участвуем, как бы ни казалось, что в одной специфике отрасли работают компании, это все-таки все разное. Почему? То есть, нас или наш отдел разработки можно как раз сравнить с тем, что это ателье. Ателье, которое вщет костюм именно под форму и размер того бизнеса, с которым мы работаем. Здесь важно осознание, понимание инвестиций, как раз применение инноваций и, конечно, капитализацию своего бизнеса. Бизнес, который не систематизирован, не автоматизирован, никому не нужен. У него нет капитализации, его не купит никто. Потому что пропал директор, улетел отдохнуть, лег полечиться. Это будет вопрос лишь один. Через какое время компания поперхнется? Если нет, еще раз повторюсь, автоматизации и систематизации. Поэтому мы начали делать фабрику автоматизированных продаж, которую как раз стали решать задачи конкретных клиентов. первое, то, что мы, исходя из трудностей, пытались сделать, это чтобы сотрудники не вносили данные. То есть система это делала сама. Мы интегрировали систему с сведениями из UGRU, с сведениями из статистикой, для того, чтобы мы могли в последующем применить как раз механизмы, алгоритмы искусственного интеллекта. Потому что без данных искусственный интеллект существовать не может. Поэтому вся система по любому запросу может получить любые компании, контакты их руководителей и, соответственно, дальше уже применять те или иные алгоритмы, которые мы настраиваем для компаний, для того, чтобы можно было использовать интеллектуальную систему базы данных. То есть смотреть, с какими компаниями или физическими лицами на текущий момент лучше работать. это оценивается на основе тех сведений, которые у вас были о клиентах уже существующих, какой они отрасли, может быть, какие-то дополнительные свойства, которые мы также можем доработать и добавить в нашу базу, как пример, опять же, компании, которая занимается в области государственного заказа, то есть это получить все закупки той или иной компании, где она их участвовала, какие цены предлагала, для того, чтобы эффективнее предложить то коммерческое направление, в котором важно сотрудничать. Также всем лень записывать сведения о событиях, звонках и прочем. Поэтому здесь уже стандарт, это тоже интеграция полностью телефонных переговоров, в том числе сотовых. То есть на сотовом телефоне сотрудника ставится приложение и все контакты, номера телефонов определяются и раскладываются по карточкам контрагентов или контактов. Отдельная трудность, с которой мы столкнулись, это была мотивация сотрудников. Наших сотрудников, сотрудников наших клиентов. Поэтому опять же мы пришли к тому, что экспертная система должна на каждом определенном этапе контролировать, мониторить, а главное мотивировать сотрудников к тому, что он должен сделать. То есть система должна сама набирать потенциальных клиентов и соединять с сотрудником. Сотрудник только должен указать, что он на месте, что он может принимать эти звонки. Ну и то же самое. Опять же, как мы оцениваем работу? Мы оцениваем работу о том, сколько пришло нам денежных средств. Если пришло недостаточно, то что мы планировали, мы должны оценить, какая работа была выполнена. Встречи, презентации. Если их было недостаточно, то смотрим, сколько было звонков. Звонки уже автоматизировали, то есть должно быть достаточно звонков. Поэтому мы можем точно знать, где у нас есть трудность или проблема. Ну и система контроля качества. Это опять же можно посмотреть и разложить те же самые звонки или презентации, или встречи, и их проконтролировать. Отдельную возможность, с которой столкнулись, это все-таки заявки в одно окно. Это и сайты, и социальные сети, и бизнес использует все возможные мессенджеры, и все остальное. То есть нужно, чтобы все это было в системе. Работа с агентской сетью. Задача партнеров и агентов – это работать в системе, и при этом они не должны пересекаться. Итак, клиентская база данных для максимального результата работы. Здесь мы как раз и применили наш искусственный интеллект, именно специализированный функциональный искусственный интеллект. Почему я начал с этого продукта? Потому что он нам позволил дать толчок сделать инновационный продукт, который позволяет как раз контактировать и успешно коммуницировать в социальных сетях. Но изначально это была конструкция сценариев для менеджеров и операторов. То есть мы забивали сценарий, их прогнозировали, делали прогоны и, соответственно, позволяли быстро адаптироваться новым людям и, соответственно, совершенствоваться в переговорных аспектах для той или иной компании. Но мы пошли дальше и поняли, что все-таки сами продажи мы тоже можем автоматизировать в какой-то части. Поэтому был создан новый продукт. социальный интеллект я ускоряюсь, поэтому там был видеоролик. 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 Я ускоряюсь, поэтому там был продукт социальный интеллект. Мы уже говорили, точнее здесь уже говорили по каналам продвижения. И на сегодняшний день самые популярные, они все-таки односторонние каналы продвижения. Это интернет, телевидение, печатные издания, листовки, всевозможные СМИ. Но они не дают обратной двусторонней связи. То есть с нашими клиентами мы должны общаться, а не замерять результат, когда уже может быть поздно, что-то исправить. Поэтому мы решили, что с клиентами можно общаться автоматизировано в социальных сетях. Тем более, что такой тренд в текущий момент есть, все переходят в социальные сети. Двусторонняя связь максимально эффективна. Это как пример ракета, летящая в самолет. Если не будет двусторонней связи, то мы никогда не достигнем цели. Поэтому, что может искусственный интеллект в продажах и продвижениях? Это ввести поиск потенциальных клиентов, отбирать, оценивать, сегментировать, анализировать, вычислять, прогнозировать, вести учет, формировать статистику, создавать коммуникацию с клиентом, даже участвовать в электронных торгах. Мотивировать, обучать, управлять процессом коммуникации. То есть управлять бизнесом на текущий момент можно работоспособно. Социальный интеллект позволяет как раз консультировать, работать с возражениями, делать предпродажи, презентации услуг. Задача проекта была автоматизация, повышение эффективности работы специалистов, непосредственно контактирующих с потенциальными пользователями через социальные сети и мессенджеры. Здесь будет ряд примеров. Я быстренько по ним пробегусь. Это уже реальные примеры для высшего образования. Мы находимся в одном из институтов Сибири. Задача выполнялась для ряда институтов Москвы. И мы должны были осуществить набор абитуриентов на новый учебный год из Республики Казахстан по специальности МАЙТИ. Для каждой задачи были, конечно, выбраны индивидуальные решения. С каждым был установлен контакт с абитуриентом. Я сразу к результату перейду. То есть информацию по социальным сетям, а именно общение по интеллект-карте, получили 86 тысяч абитуриентов. Из них заинтересовались обучением 2000 человек. И, соответственно, 346 вошли в двери вузов в качестве первокурсников. Там будет позже технологию. Я как раз просто... Примеры. Пример работы с банком. Да, это, опять же, сама суть задачи была продвижение карты с кэшбэком. Но задачу делали через повышение активности на счет увеличения цен на товары и продукты в конкретном регионе. Для того, чтобы собрать целевую аудиторию тем, кому могут потребоваться карты кэшбэка. Решение было. Несколько крупных социальных групп предложили пользователям пройти опрос. Соответственно, наш социальный интеллект опрашивал по интеллект-карте пользователей. И дальше уже тоже дополнительно была таргетированная реклама. По окончании первого месяца работ банк получил более 500 заявок на получение карты с кэшбэком. А теперь общий принцип работы системы. Как же мы все это делаем? Опять же, принцип... Мы уже об этом говорили. Принцип шахмата. Как работает система? Основа системы это все-таки интеллект-карта. Интеллект-карта это не сценарий диалога, а нечто большее. То есть интеллект-карта позволяет делать две вещи. Обучаться и самообучаться. Соответственно, самообучение происходит с помощью искусственного интеллекта. И дополнительно в интеллект-карте, конечно же, есть база знаний, которая подключается и используется. Это может быть база претензий, база возражений, база анекдотов. То есть смотря какая цель стоит перед нашей интеллект-картой. Но мы всегда точно знаем, с чего начинается установление контакта. И чем заканчивается тот или иной разговор. Поэтому социальный интеллект эффективен именно на этих двух этапах, когда идет этюд и энджпиль. Также в презентации, в консультации тоже достаточно эффективно использовать интеллект-карты для общения. И для определенной категории пользователей или продуктов это максимально эффективно. Например, у нас есть пример про реалити-квест. То есть, соответственно, там продажи идут практически 100%. Продажи увеличились в 4 раза, потому что с пользователем соцсетей общается интеллект-карта. Приглашают прийти, например, на новый квест и присылают ссылку на регистрацию. То есть вообще участие человека практически не надо. Но человек все равно участвует, потому что мы в интеллект-карту могли что-то не доложить. И, соответственно, быстро человеку показываются сообщения, и он может ответить на что-то нестандартное. Например, пригласили в кино, а в интеллект-карте не было про квесты. Поэтому происходит уже обучение интеллект-карты, достраивание нового видка сценария. И система также предлагает самообучение. Самообучение – это как раз есть блоки веса по интеллект-карте, и они распределяются. Это как раз есть искусственный интеллект. К сожалению, мне говорят, что у меня время вышло. Поэтому я очень кратко резюмирую тоже на одном из примеров, как все-таки работает система. То есть система определяет целевую аудиторию. Целевую аудиторию можно найти в группах ВКонтакте. Также можно посмотреть по хэштегам, собрать эту целевую аудиторию, или по упоминаниям тех или иных слов, про то, что мы тоже говорили в первой части. Дальше происходит сегментация по типажу. То есть кто нам нужен? Нам нужен только город Томск, нам нужен только девушке 30 лет, и именно те, кто являются врачами. Дальше мы определяем набор потребностей, и сейчас мы активно ведем в этой области работу, чтобы система сама позволяла определить набор потребностей того или иного пользователя. В данном случае, в данном примере для региона мы делали стратегию по удовлетворенности по заработным платам, чтобы потребность экономики заменить на какие-то другие потребности и показать более другие. Не могу останавливаться на данном примере более подробно, можно будет подойти ко мне, я расскажу. Как это выглядит, тоже тогда пропущу. Пример интеллект-карты, то есть как она заполняется, это конструктор. То есть конструктор создается, дальше запускается на целевую аудиторию, которую оттаргетировали, и одновременно тысячи сообщений могут происходить. Дальше происходит либо конкретная продажа, про то, что мы говорили, либо лидогенерация. База знаний важна, установка ограничений важна. Алгоритмы установления контактов – это вступившиеся, отписавшиеся от выбранных социальных групп, либо, соответственно, мы просто по хэштегам, еще раз повторюсь, или по ключевым словам, работаем для данной системы. Квижен вынужден закончить, к сожалению, не успел все, поэтому дополнительные вопросы могу ответить отдельно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!